Хотя бы под конец этого замечательного дня команды завезли нам крепкого эпика. Заруба на первой карте была, будь здоров, просто за весь день. Парни отработали, но впереди вторая карта, а это значит, что счет еще может сравняться. Верите ли вы в подобного рода исход, господа? Вот в чем вопрос. А ты сам-то веришь, дружок? Я? Дружок? Неплохо. Я, слушай, да вполне. Ну, по этой игре было очень много моментов, в которых и одни, и вторые могли все сделать так, чтобы игра закончилась в их пользу. Просто на разных временных промежутках, скажем так. Если вторая карта, это будет повтор такого сценария, то почему бы и нет? Сравняется счет, посмотрим третью карту. И свеженькие и довольные, еще раз посидев в сауне напоследок, отправимся по своим делам. Отличный план, волшебный. Да, да, есть. Да, есть миллион. Все расписано по секундам. Кристалл Мэй нас позвал в баню. После сауны. Самое то. Ну, вообще прыгнуть с Олимпа на парашюте. Это, кстати, звучит довольно неплохо, действительно. Здорово, что драфты не заставляют себя долго ждать. Видим и Бэтрайдера в банах. Значит, все-таки не понравился этот парень ребятам из Хан, даже несмотря на то, что... Интересно, что Хан банят виспа вообще. То есть, мы обсуждали, что... Ну, скажем так, в своей бане обсуждали, что... Он сливает инсайдер, я не знаю, зачем он уже уволен. Ну, у нас уже был сегодня один аналитик, которого уволили, так что мы не можем больше кадров... То есть, на дотопите частенько висп был в бане. Да. Но здесь никто виспа не пикает. Слушайте, а вот... Я тоже, если честно, не понимаю силы виспа, кроме того, если он может в мид как старый бог пойти. А вот расскажите мне, как у игроков в нашем регионе вообще с восприятием виспа дела обстоят? Потому что мы как раз сегодня поднимали эту тему, что у нас же вообще на нем команды не играют. Мы сидели и пытались вспомнить, кто хотя бы из, там, Тир-2, Тир-1 СНГ сцены может взять виспа, и практически никого не вспомнили. Да, у нас много-много. А чего не берут? Не, ну, слушай, ты вопрос говоришь, я не знаю, висплееров, или я не знаю, почему не пикают виспа. Давай, хорошо, давай, наверное, почему не пикают виспа. Ну, потому что, скорее всего, либо не поняли силу, либо поняли, что он слабый. Окей, я в чем... Ну, я думаю, что... Ну, в общем, я скажу от себя, да, я не баню его вообще, от слова совсем. То есть, сколько, мы недели-две играем, да? Я ни разу не банил виспа. Ну, потому что именно вот таких дабл-комбинаций, да, допустим, висп-гира, висп-луна, висп-тини, сейчас я не наблюдаю, которые прям вот омега сильные, которые они реально разваливают. Но висп-кор, который с домиком, там, с арчи, там, с вот этими все штучками... Он один-единственный пока что. Пока что он один-единственный. Ну, я уже видел, скажем так, задаточки для отпора игроков, скажем так. О, как, в нашем регионе? Не только в нашем, но больше в Азии. Больше в Азии висп-коров, которые вот такие с домиком, намного больше видел. Какие кошмарные времена настанут, когда это все-таки к нам придет? Да он, на самом деле, сломанный герой. Я вот, ну, я понимаю, там, почему старый бог на нем играет, да, и... А старый бог старее, чем бога Олимпа? Это вопрос, надо подумать. У нас интернет не ловит, мы бы проверили. Но слишком высоко сидим, вышки на такую высоту не строятся. Ну, спустись, может, там чуть ниже, знаешь, пару ступенек, может, выловить. Пару ступенек. Ханы пикуют то же самое, что и в прошлой игре. Снепка, фейсвоид, видимо, это их полностью устраивает. В этот раз файв комрадс забирают Тинни и Оракла. Бэтрайдер в бане от ханов. Начинает по героям Владоса проходить. Тут Андеда подбанили. Странно, зачем? Ведь Снепфайер уже Владос снял. Ну, они же могут ее, конечно, там на четверочку снепку взять. Но мне кажется, это герой все-таки больше пятой позиции. Да, полностью согласен. Это еще сильная линия вводит снепочка. Ну, нормальная. Не прям сильная, но нормальная. Давай вернемся к тому, что у нас вообще некоторые баны, мы не знаем, что банить. Потому что, ну, просто... Банов слишком много. Не-не-не-не-не. Вот просто, ну, я говорю, вот, парни, что баним? Вот я баню виномайтера и спрашиваю. Все молчат. А что дальше? Что за второй бан будем делать? Ну, все молчат, молчат. Я там баню какую-нибудь. Рандом неприятную, скажем так. Так и происходит. Ну, на самом деле, так и есть. Сейчас сверхсильных героев нет, только вот сигнатурные герои определенных команд. Да не, я вот не согласен с Егором. Как раз таки, типа, террорин герои они есть, но из-за того, что банов сделали меньше, ты, соответственно, можешь меньше их забанить, потому что много остается. Как-то банов меньше, наоборот, больше же. Нет, ну, я имею в виду, банов меньше в первой стадии. Раньше банов больше было в первой стадии, и ты там чуть ли не отрезал по шесть суппортов, там, каких-то суперсильных, ну, или просто героев. А сейчас много имбалансных героев остается, и ты, как бы, ну, между ними выбираешь, просто приоритеты расставляешь. Я помню, как были времена, когда Муши просто не банил героев вообще. То есть он всех оставлял. Ну, из минусов, конечно, у них бонусное время сжигалось, да. И это так, немножко бьет, скажем так, по времени, да, не хватает ус. Ты просто импровизируешь каждые 30 секунд. Слардар. Вот мне не нравится такой пик Слардара. Мне не нравится пик. Ну, если это не пятерка Слардар, то мне не нравится. Хотя у них есть 24-е. С другой стороны, они видят потенциально линию, но все равно Слардар, он именно, как мне кажется, он хорош при определенных обстоятельствах в драфте. То есть ты видишь и коров, и ты понимаешь, что это не самый сильный кор на линии против Слардара. И в целом ты понимаешь, что для него может быть игра хорошая. Здесь пока непонятно. То есть вот могут спокойно и затреплить, прийти Слардара, и еще что-либо сделать. То есть это просто герой без камбэка. Ему очень сложно вернуться в игру, если на тройке ему доставляют какие-то неудобства. Если у него нет возможности, там нормально постоять. Ну то есть ровно или там чуть получше. Он просто очень долго разгоняется, там добирается до каких-то своих айтенов. Ну вот, понятная идея, да, Слардар, минус армор, пашка, но это не выглядит сейчас. Да, против пашки пока что 2 из 3, если учесть, что таймдилейшн нажмется не в пашку. И сейчас будет 4. Ну, ДК, в принципе, обычный стан, да, просто плотный герой, пашка не пробивает, скорее всего. Пашка не собирает Сильвер Эйдж. Потенциальный выход в Лебарду от ДК какой-то. Да, да, да. Ну, несмотря на то, что у Five Comrades опять класс пик, то есть кто-то из них выбирает одно и то же. То есть, скорее всего, я бы поставил на то, что Хана выбирают Радиант, а Five Comrades выбирают ФП, ой, ФП, СП. Так что, ну, возвращаемся к класс пиком, да. Что осталось у нас с Ханом? Ханом осталось 2-3, а Five Comrades осталось 4, нет, 2, тоже 2-3. Ну да, ну, то есть там, возможно, Тинни, конечно, будет. Хотя, слушай, Слардар, Тинни, это не такая же плохая комбинация, я подумал. Алини, знаешь, могут снэпочку покидать там на Слардара. Если снэпочка подставится, да. Подставится, конечно, да, только в таком случае. Но вообще я видел, как Энтаке играл на I Can Take It, если правильно. Как он играл частенько на Медовом Тинни, то есть могут подобрать какую-то рыжовую четверочку еще к Слардару, попытаться. Ну, скажу, что хочу увидеть пока от I Can Take It. Пусть что-нибудь покажет. У них урона, у них урона. Я понимаю, это его действительно сигна, но у них вообще просто не будет урона. Я понимаю, я понимаю, но я не вижу шансов. Я думаю, что ДК здесь будет третьей позицией, потому что он приходит армированный, там, со стиками. Да, ДК против пашки хорошие, да, да, да. И ДК убивает только три пластини, и еще условие, если ДК не достигнет пятого уровня, то его, ну, как бы, можно убивать. Там, после достижения пятого, на пятой минуте где-то, на шестой, его не убить вот этими тремя героями, если Слардар не придет на линию. Должны вайпера вайфкам раз спонить. Хорошему. Не, не будет вайпера. Вайпер плох против пашки Слардара. И против Оракла тоже плохо. Он тебя просто втасывает и тебя тосывает еще. Не, вайпер очень плохо. Не, нет, точно нет. Я бы поставил на... Пускай, пускай, если даже будут там вот эту пашку вытосывать, это вообще не важно. Там Пикачу. Пикачу не захочется играть на вайпере. Пикачу как раз-таки частенько очень на вайпере играл. Прям очень часто. Ну, тут скажи... Хорошо, это должна быть тимфайт, инициация, условно. Копа какая-то, Копа. А, Фрюм. Вот, Фрюм нравится. Лишний дэмэдж, лишний прэшер. Очень много прэшера у Ханов получается. В общем, пока непонятно, будет ли это Фурион 3. Я думаю, это уже понятно Фурион мид. Это прям железно, потому что... Я думаю, что они посмотрят еще на ласт пик и решат, как что поставить. Так Фурион слабый против пашки, а ДК очень хороший против пашки. Что ты думаешь? Я понимаю, мало ли, они захотят переиграть как-то. Ситуацию поставить рейнджерика с Эрспиритом на бот, прэшерить Оракла. Пашка, даже если она на линии нормально, условно, постоит, самое главное, это начать просто после лейнинга играть против нее. Ну, я тоже согласен с этим. Но это... Если она даже нормально постоит, это не значит, что игра закончена. Просто против нее надо начинать играть, и все, она ничего не может сделать. Не знаю. Просто пак. Покажи пака. Я не верю, что... Ну, рано не будет с паком. Да, ну, может, как-то они отыграют. В смысле, Сардар, Пашка, достаточно дамаж. Если неправильно отыграют, прям вот... Ну, хорошо отыграют, да? Лучше, чем... Не, хорошо, если хорошо отыграют. Что с паком дамажа хватит. Вопрос только в том, что... Ну, переживут ли они прессор от ДК Фуриона? Это очень много. То есть, сейв под Вайда снэпку есть, но очень много пушат, очень много дайят эти два героя. Тяжело играть. Кстати, заметил, что ты вот думал, ДП может предложить какую-то, ДП в баню. Да там много все чего в баню. Эмбер. Ну, такой ответ. Эмбер против Фуриона на линии тяжело стоять. Против земли тяжело стоять. Там Дилейшн сильно убивает. ДК-дК оффлейн. Фурион мид. Ну, да. Ластпик не спас, да? Ну, посмотрим. Ластпик похоронил. О как. Я посмотрел, вот Эмбер, он такой, он 50-50. Он где-то может, конечно, зацепиться, если там струнами повезет, где-то сможет выйти. Как-то разогреть карту. По идее... А как ему жить-то против этого драфта? Ну, типа... Это непростая игра для него. Ну, 40 он в команде, но все равно... Не знаю, посмотри. Мне драфт у Ханов тоже больше нравится. Он такой, он более верочный. Но, учитывая то, как играли Ханы в прошлой игре, очень много брака было. Я думаю, что где-то, если они начнут точно так же подруинивать, могут в 5-комрад зацепиться. Ну, справедливости ради и оппоненты, их тоже не идеально отыграли. Они не идеалы, конечно. Но и ты не Блэк Архангел. Хорошо. Так, коэффициенты от наших друзей из париматч. Сейчас мы посмотрим. 1-11 на Ханов, 5-8 на 5-комрад. Разрыв не такой большой, мы видели сегодня и больше. Но здесь, на самом деле, повода для того, чтобы увеличивать его особо-то и нет. Напоследок лишь напомню, что наши друзья дарят стопроцентный бонус к первому депозиту в рамках Омега Лиги. Друзья, подробности под баннером, который находится в описании нашей трансляции. Ну, а мы передаем слово комментаторам и смотрим следующую карту. Да, спасибо большое нашей студии аналитики. Возвращаемся на вторую карту. Первая у нас была, так скажем, достаточно интригующая. Были перевороты, было все неоднокалиточно, но и ошибок было тоже достаточно. В этот раз ребята из команды 5-комрад решили не запариваться, взять себе пик попроще. Ну, в плане того, что просто деремся по КД, пока есть возможность фармить там сколько-то. Но ребятки из команды КАН решили играть именно от ультимейтов. Я бы сказал это, что в драфтах обеих команд есть идеальный баланс. Да, у тебя есть и контроль хороший, и цеплялого, соответственно, дэмэдж, и физический, и магический, и бёрст. Ну, единственный плюс для левого драфта, для драфта нашего коллектива в том, что они вправду здесь могут задоминировать при помощи жёсткого пуша от ДК вместе с Фурионом. Именно поэтому, видимо, лас-пик был Фура. Кроме этого, Фура это такой лас-пик, который... Точнее, не лас-пик, да, для тебя, если ты не видишь противника на миде, и не знаешь, какой это будет, то Фура беспроигрышный вариант, потому что он мало кому проигрывает мидл. Да, вообще, в целом, герой достаточно универсальный, уже неоднократно об этом говорили, что куда ни поставь, он везде будет полезен. Так что, да, Фурион, неплохой выбор. Но я хочу ещё хроносфер от Наива, вот. Было неплохо, было на ЦОБ, особенно на Рошана, когда он подкинул, вообще-то наверху сыграл. Не, ну это круто, когда ты не сейвишь какие-то важные ульты. Здесь, как бы, претензий ноль. Опа, Лэш снова на тени, своим тут против Гелгиром. Гелгир, кстати, вот, если в начале игры был не очень эффективен в своих катываниях, то по игре у него всё было шикарно. Он в тимфайте очень много давал своему коллективу, если вы помните. Ну и, соответственно, Блэк Архангел на своей бабке, походу, для него это родная вообще. Да, женщина. Но, с другой стороны, это хорошо всегда, когда тебе дают играть на героях, на которых тебе очень комфортно, ты хорошо чувствуешь персонажа. Это дополнительный какой-то плюс. Ну, а если взять то, что бабке очень нужен контроль, а здесь контроли просто миллион. Да, у тебя хроносфера, плюс стан ДК, плюс стан Эфспирита, плюс корни... Ну, корни, я изверяю. Спруты, спруты. Да, вот, то это всё достаточно хорошо складывается. Мало того, тебе есть кого печенить, потому что бывает, что в командах очень сложная ситуация, в которой тебе некого печенить, потому что никто не хочет быть первым. Здесь же, в свою очередь, первым хотят быть все, абсолютно. То есть, чисто набор четыре фронтблейнера, плюс печенька. Запеченят давай ламу, похоже. Да, верно. Ну, может, туда было, да. Отправят кому фраг оставлять? Фраг оставляют земелья в итоге? Ну, в любом случае, хорошее начало этой команды Кампу. По рункам, я так понимаю, поровно получилось по итогу? Нет, по-моему, отдали три. В любом случае, можно будет посмотреть сейчас статистику по итогу. Да, зачем? Я вроде просто посмотрел, вроде как не успевал здесь. Опа. Все-таки три забрали. Окей, я так понимаю, Оркл как раз ценой своей жизни отжал одну баунти-руну, по идее. Или как? Нет, просто отвлеклись на него, из-за этого, соответственно, не доверяли ту. Я так понимаю. Ну, я, честно говоря, даже не... Окей, ладно. В любом случае, забрали три. Хорошо. Да? Кубы отдали. На топе у нас тоже будет опять стояние нулевое. С точки зрения интереса, на боте, наверное, самое агрессивное. Тут целых два стана, что означает то, что в любой момент кто угодно из команды Хан здесь может отдать себя. Тем временем еще и курицу убедно отопить, так важно. А на бите у нас противостояние тоже полупассивное. Это Эмбер плюс вообще против Фуриона. И ни тот, ни другой, и по-настоящему серьезно не может напрягать другого. Ну, то есть не может убивать, в самом случае. А перетяжек здесь, кстати, особо и не будет, кроме Фуры, да, когда вот он захочет там шестого левла веселиться. Ну, в принципе, можно и пораньше. Тогда он уже и будет двигаться. Тень не продолжает толстый здесь у нас Снэпфайр, но ей откровенно плевать. Ну, посиловиха, она жирная, слишком для саппорта, честно говоря. Можно было бы это дело немножко поднерфить. С дегонца, так я думаю, на пятидесяточку. Но, ничего страшного. На любом случае, мид комфортный должен быть для команды Кан на Фрионе. Я думаю, проблем с фармом не будет. Вопрос, что подденаем. Может, обычно ты там пенечков пытаешься подденать, чтобы не дать дополнительную экспу какую-то в рамках линии. Ну, пока шесть-два мы видим нормально. Наверху у нас фармит Фантомка. Здесь опять Драгонайт, которого не пробить. Но в этот раз на ДК отыгрывать шир. Правда. Ой-ой-ой, как больно, как больно. Да, снизу нападение здесь забирают. С Лордаров, таверна отправляется в Ладискай. Ну, это 2-0 пока что. Кханы очень бодро начинают. Ну, так. Ну, здесь убили сначала пятерку, убили тройку. Не смертельно. Главное, что Фантомка в армии для Камрадов это самое. Главное, что ее сейчас не убивает. Она, мы понимаем, герой, который на самом деле очень легко тильтуется. То есть, как только, если ты начинаешь ее убивать вообще, она не выходит из игры вообще никогда. То есть, она не может, точнее, не выходит в игру. Она выходит как раз из нее довольно быстро. Потому что тонкий персонаж не обладает таким объемом, например, армора, каким обладает тот же самый Трилл Блейд на начальной стадии игры. И если ты ее убиваешь, то она потом очень-очень проблематично возвращается. Мало того, ты бы очень легко фармить в лесу. А вот Фантомка не то, чтобы лучший персонаж лет. Ну, да, если нет какого-то бафера или магнуса в команде, Фантомке тяжело набирать свой нетворс. Это правда. Так что, я думаю, то, что им нужно разбить по этой части, да, по этой части карты. Благо, есть чем. То есть, у тебя с шестого лава будет хроносфера. У тебя также много демеджа от саппортов с точки зрения магического. Ну, и, конечно же, есть фура. То есть, мне кажется, что целая, еще главная цель для фуры сейчас будет это именно с определенного момента начинать гангать Фантомку. Там на топе, кстати, какой-то Рубилова творится, непонятно. Нет, тут опять подставляется немножко Оракл. Пробили его, но в этот раз он выжил. Ну, экзотик Диру, по-хорошему, не оторваться бы от фарма. Как бы продолжать бить крепочков. Основная задача. Мы видим, что в миде Эмбер тоже неплохо себя чувствует пока что против Фреона. Ну, Фреон чуть побольше, но он плюс еще и лес подфармливает там. Одновременно биньками и линию. Так, и прожимает Четто, говорит, да идет крипов. Ну, тут классическое противостояние Эмбера против франжевика. Ну, да, и мы видим, что урона-то много залетает, поэтому нужно будет уходить сейчас. Ты? Это что, сейчас было? Это зачем он это сделал? Не знаю. Это типа рефлекторно, то есть он не понял, что он оказался вне спрутов, и поэтому просто проел все равно дерево, не потому что он со внешней стороны был. Наверное, да, в любом случае, Фреон улетел на базу, Паригенец вернется обратно на телепортацию, башки здесь прокают по Бладискай, но он выживает. Так, у нас битва здесь за рунку, помогает Земеля, и Натайки сейчас может умереть. Да, его пробивают, и он отправится, наверное. Ну, из последних сил. Причем самое интересное, что связка направилась на Энтов, а не на Гилгира, который он все-таки добивает, и еще и отдает Сарашану. Вэлл Плайт, да, конечно, деньги потерял. Да, шикарно. Не, ну в любом случае, он из этой ситуации выжил максимум. Вообще, самый идеальный для себя размен, который он мог сделать, это сделать фраг и отдаться Рошану. Это при том, что ему не повезло со связками. Да. И они полетели не в Гилгира. Ну, крутяк, что я могу сказать. Вэлл Плайт со стороны Эмбера, но он теряет время, он теряет экспу, теряет крипов, ничего страшного, в принципе. Ну, в любом случае, не критичный у него, хороший пока Нетворс должен быть, поэтому... Окей. Нападение наверху на Бладиска, опять хорошая печенька залетает и снова, наверное, отправляется с Лордара. Да, КФ, 1.37 на Ханны и 2.95 на коллектив Five Comrades от нашего друга Приматч. Так, пятая минута, баунти руная. Здесь у нас Клини борется за баунти, ворует баунти из-под носа. Надо бы теперь как-то убежать, но за ним погоня. Сюда еще пришел на подмогу Пикачу и втроем тени в итоге забирают. Это четвертый фраг в копилку команды Кан. Это, например, начало от Кана в предыдущей игре. Мы помним, что у них все было очень даже дурно в early game. Потом они, правда, зарофлили в mid game в своих тимфайтах. Чижерский кот, дает станчик. Там болезненный достаточно ультимейт от Френа еще залетел. Погибать должен давай ламы здесь, да. Он еще и фласку завязал. Он уже не первый раз, мы на бейне видели от него то же самое. Здесь то же самое. Лишние 110 голды, если не ошибаюсь, за фласон. В любом случае это минус ресурса. Это тоже неприятно, да. Но окей, он пытался выжить. Жил как мог, не получилось, не фортануло. Пятый левел уже имеет драгонайт. Здесь третья пассивка, бить смысла его вообще нет. Ну, то есть даже Тауэр как бы ничего не делает драгонайт. Поэтому фантомке нужно сосредоточиться в первую очередь на крипах, наверное. Пытаться ласкетить. Я думаю, Фуру надо звать срочно. Ну, то есть пока, ладно, Oracle непонятно где, но все равно Oracle не сильно подсейвит. А так надо Фури начинать набить экзотик диро. Потому что это важнейшая сейчас часть. То есть у тебя вся команда будет юзис, если в фантомке ничего не будет. Я думаю, тут еще важный момент, что достаточно бедный Слардар у нас получается по итогу. Потому что он тоже важный АЦ, важный герой в этой игре, да, в всей комбинации в целом. Пик команды. Ну, Amplify'н в любом случае даст. Gilgir тем временем влетает неплохо. Пошел дэмэж по флэшу. Сюда же прилетает Black Archangel. Фуриона все-таки удалось забрать. Это супер важно для Интаки. Еще пошел за медло. Сможет ли он все-таки дать последние свои фисты? Нет, не удается. Но Archangel умирает, потому что сюда приходит еще и давай лама. И его тут просто втроем пытаются забить до смерти. И так и получается. И дракоша вместе с бабкой отправляются в таверну. Ну, мид в итоге сильный получается у команды Comfort. Здесь-то от Эмбера могут сыграть вполне. Поэтому пока все хорошо. Ну, он главный плеймейкер здесь, это правда. Вот, поэтому возвращается обратно на земель. Начинается драка. Ну, драку-то неравная. Я не знаю, что он делает. Там ДД все еще было. А, он рассчитывал на Ultimate Nature Profit. Но при этом всем Ultimate Nature Profit отобил Exotic Deer. Окей. Gilgir умер. Но вот то, о чем я говорил. Нужно сейчас прешерить, максимально прешерить фантомку. Они этим и занимаются. С первой же кареткой, кстати. Прилетели вместе с энтами, с ультом ДК. Они сносут очень быстро тавер. Правда, для фантомки это немного даже хорошая новость. Потому что линия будет постоянно отбышиваться. И если она останется на топе. Нетворс пока печально. Фантом Ассасин. Если посмотреть, войд гораздо больше имеет. Ну и вот то, о чем говорила наша аналитика. То, что нужно будет действительно с давлением справляться. Потому что по КД формы, я думаю, будут просто на товара выходить ребята из команды Khan. Глупо этого не делать. Следующий выход будет на 10-й, скорее всего, когда новая каретка приедет. Скорее всего, уже на middle, потому что важнейшая точка. На боте тем временем нас окружают вайда. Ну, если удастся забрать, то будет чекарно. Но, да, мне кажется, что просто так он тут не дастся. Никак вообще. В итоге упрыгивает наив здесь. Подставляется земель, и сюда летит Фурион. Но сюда приходит также тиня. В итоге земель погиб, можно сказать, да. Гилгер не очень сейчас чувствует. Уже третья смерть подряд для него, насколько я вижу. И фантомка правильно все делает. Она уходит на ботом, то есть зеркалит. Потому что понимает то, что она совершенно спокойно может стоять против вайда. То есть ты обычно на герое, который способен стоять против кора оппонента, ты сразу же перетягиваешься. Да, а через штамп. Фуриона могут забрать сейчас. Ой, хороший тост. Сатини под привязочку сюда настреливает, конечно, Снэпфайр. Но Пикачу еще один удар нужен был. Буквально стан вовремя залетает от Чешира здесь. За счет этого Пикачу выживает. Забирают здесь Гинни, забирают Оракла. И Интак сейчас может погибнуть. Еще есть трикат. Надо за Сайланс убить. О, там еще рядом Бабку. Первый спал. Первый спал. Он под ядом. Он под ядом горит сейчас. Он может просто умереть. Да ладно? 30 секунд. 40 хп статчик. Все-таки набили его, как к кеглю в боулинге. Да, все-таки это фраг. Тяжко было ему, конечно, жить. Но он молодец. Мансил как герой. Тем временем Хрона на боте у нас была использована. Я так понимаю, для того, чтобы прикончить экзотик Дира. Но не тут-то было, потому что по ходу Пикачу отдаст свою жизнь. Наиву не стоит здесь подключаться. А он подключается. Сразу же баш с первого уже удара. Флэш проседает довольно плотно. Прилетает кортик сверху. Наив. Нет. Нет, нет и нет. Блэк Архангел. Можно добавить огня. С поломя. Первый дал. Флэш вместе с вторым саппортом. Почему не продолжил бить? А чем? А чем? Просто с руки. Да, нет, нет. Там реально буквально два удара не хватило. Ладно, отпился экзотик Дир. Будет второе нападение от команды Комбат. Привязали здесь Архангел. Архангел точно погибает. Ну, Гавриил просто специально пришел для того, чтобы... Привязывай сейчас еще застит. Да, нет, нет. Наиву. Да, да, да. Это еще закроют. Ну, погречка нет в лёд. А Тентаки плотно пришли, а не присесть на лицо. О, фейслист пойду, хотя стоп, у него же лица нету. Да. Черт. Ну, у него нет глада. Лицо-то, наверное, есть. Ну, он там написан, фейслист. Ну, да, значит лица нет. Но присели на то место, где должно быть лицо. По крайней мере, да. Еще поймали здесь Драгонайт, уже имеется минус армор. ДК избивает. Шир, конечно, плотный, но здесь урона очень много у команды. Комбраты должны забирать его. Замечу, что эти два акила не только на коров, но еще они супер важны для саппортов, потому что мы видим то, что у Хана все в порядке с левлом у саппортов. Там пятый у Эфспирита и Блэк Архангел имеет шестой. В свою очередь, в моменте игровом на боте мы видели, что и у Оракла, и у Тинни были четвертые. А это очень мало. Да, понятное дело, что сейчас книжка прилетит. Может быть, кому-то из саппов отдадут. Но сейчас вот эти два фрага на коров, они дали хорошее количество экспы для саппортов команды Five Comrades. Да, и не сказать, что прям какая-то одноколичная игра, вторая карта у нас. У нас получается такая интрига. То есть, да, 2000 преимущества за команды Khan, но на темпе ребята из Five Comrades могут продолжить сноуболиться. Так, с фантомкой, с минус армором. Они вот сейчас, наверное, вышку снизу заберут, по идее. Так, ты тролля видишь? Тролля? А, нам нужно найти тролля. Я думал, что сейчас будет шутка какая-то. Тролля видишь? Нет, а он есть. Вот это вот. Я же не мавил. Ну, кто его знает. Я, конечно, понимаю, что ты привык. Так, я не могу найти тролля. Найти тролля. А вот нашел в центре прямо. Окей, Пангольер. Пангольер был справа сверху. Да, Сларк. Тролль мы нашли. Сларк. Да, Сларк справа над котлом. Вы молодцы. Успели в Хирохант. Да, но пауза, благо, была недолгая. Ну что, вышку нужно забирать, наверное, снизу. Хотя, на самом деле, вышку не могут быстро забрать. Здесь сюда уже есть перетяжка. Сюда пролетел уже ДК. У ДК имеется форма. Подтягивается. Это призовый ДК к 100. КВ. На плюс армор. Как скажешь. Я пробую, я просто не знаю. Ты просто пробуешь. Да, выдачу что-то понятное. Дежурский ход. Стант пошел. А куда пошелась фантомка. А куда пошелась фантомка? Тут даже ультимейт. Но как же круто играет Давай Лама. Он подсейвливает фантомку от всего магического демеджа, который в нее мог бы влететь. Убирает, конечно, Тинни. Скорее всего, умрет еще и Давай Лама. Но это всего лишь два саппорта. Я вам скажу, что довольно много сейчас Хана потеряли. Но еще подстан сверху по Интаке. Боже, как же больно. Кстати, Кдир отправляется в таверну. Интаке тоже может сейчас присесть. И он присядет. Он умрет, умрет. Он, да. Владиска тоже решил. Ребята, и меня. И меня еще, пожалуйста, в таверну. Смотрите меня. Я селедка. Я хочу быть под соусом. Мы же в команде. Мы же в команде доту правильно исполняем. Если умираем, то умираем в пятером обязательно. Ни в коем случае по одному. В итоге полнейший провал. Они совсем понял, что изначально хотели сделать. Они прессировали тавер. У них был вижен, понимаешь? У них был хороший вижен поставлен под тавер. Они думали, что все у них будет в порядке. Позицион, кстати, была не самой худшей. И идея была такова, что стоит Oracle в хорошей позиционке по отношению к Фантомке. Дает ей, соответственно, свой фередикт. Она отблинкается сразу к нему. И типа все окей. Но, во-первых, у них почему-то нету все еще шестого на Oracle. Что грустно, конечно. Во-вторых, ну, видишь, оказалось, что чейс от Ханов сильнее. Классно. В итоге пуш получился, да, по итогу. В кавычках от команды Five Comrades. Это невероятная последняя драка забустила к Ханов. Сейчас 5000 голды. Они, опять же, заметят, даже хроны не потратили. Хрон все еще имеется. Ко мне Конфуций пришел и постучался. Говорит, не ошибается тот, кто ничего не делает. Они сделали. Ошиблись, да. Окей. Спасибо, Конфуций. Возвращайся. Так, ну что ж. Тинни побежал вперед. Снова снизу находятся ребята из команды Five Comrades. Здесь новый Чшир. Просто так вышку не отдадут. Барабаны появляются для Фантомочки тем временем. А кто там загулял? А, Земеля загулял там тем временем. Наказали здесь. А Гилгира забрали. Хорошо. Вторая попытка забрать вышку снизу. Кстати, это, по-моему, четвертая смерть Гилгира, да? Да, вроде. Сегодня что-то у нас на второй карте прям максимальная жерба. Там Земеля нашел? Нашел Snapfire? Ну, он умрет. Но это пятерка. Ему не жалко. Все в порядке. Да, саппортов неплохо, конечно, вырезают. У нас ребята из команды Five Comrades. Ну, мне кажется, любая команда в любом пике способна вырезать саппортов. Да, есть такое ощущение. Вопрос, что с корами делать далее. Да. Ладно, отыграют сейчас немножечко денег, заберут вышку, наверное, снизу. Но мы видим, что ребят из команды Khan это полностью устраивает. Войт продолжает фармить, снова Midasic в деле. Скилл на пределе, все понятно. Вышку забрали. Это не может не радовать. С другой стороны, кстати, это тот самый Pressure, который у нас должен был быть организован ДКа и Фурионом, немножечко был ослаблен. То есть они снесли вышки внешние тир-1. Время, конечно, дофармить себе артефакты ключевые и дойти уже до тир-2. После тир-2 уже заниматься ванпостами. И есть Хрона, можно смакануться. Почему нет? Но они решают, что все-таки фарм важнее в данный момент. Там Окет, наверное, ждут на Фурионе. Он у него скоро появится. И с Окетом, конечно, жизнь у Эмбер Спирита станет в миллиарда сложнее. Он вообще не сможет уходить. У него пока нет никакого эскейпа для этого, потому что его, я так понимаю, он еще не собрал. Давайте посмотреть на Эмбера, пожалуйста, секундочку. Вот о Монтаке. Пока не ясно. Вот. Он собирает. Да, слушай, а тайминг, по-моему, вот сейчас Окет появился. Вот если сейчас они успеют напасть на Эмбер Спирита, то в таком случае ему будет больновато. Но так с Юлом он уже будет. Ответ на нападение может быть сейчас. Фантомочка прыгает вперед, ничего не боится. Ой, боже. Салин залетает в Оракла, Оракла могут по-быстрому забрать, но сюда уже приходят Нтаки, привязка по двоим залетает, Магнетайз работает, но толку от этого мало. Даблкил в итоге делает здесь Нтаки. И считай, Юл у него уже готов, наверное, после этого файта. Крайне странный сетап, на самом деле, от Фуриона вместе с Эмбер Спиритом. То есть, вроде как, я так понимаю, что они ожидали, что, ну окей, одного Гилгера хватит, чтобы отразить нападение, но вопрос только в том, что дальше. Ну, вкатился ты точно. Ну, дал там типа Сайланс вместе с первым. И что? Ну, в итоге это шанс зацепиться Комартом. Хроносфера для наива, нет? Ну, не знаю. Хочется? Хочется, там рядом бабка есть, можно дать нормальный кисис. Ну, как бы все. Уходим, там форму прожал Драгон Най, такие, ребята, окей, разворачиваемся. Там Гилг Даггер такая, они его видят с эти Сайланс и временно на Флэша, Флэш умрет. Не, пока живет, но прыгает сюда наив, да, все-таки заберут его, башки прокают, в итоге еще давай ламу заберут, наверное. Ламочка. Хотя здесь контратака от Интаке, ну, такая, просто вымыть крона, гайшка. Ой, какой оброн, этот в упорочь просто в лицо. Чисто кис на кис на кис. Красиво было, но Интаке не хватило демод, чтобы убить Интаке, он был под щитом. Тем временем умирает у нас Свардар, влетает Фантомка, пытается хоть кого-то здесь добить. На ней просто нереальное количество башей просто прокают один за другим. Сайланс сверху, экзотик дир погибает, еще финальные баши сверху. Эмберспирит пытается уйти. И при помощи ремнанта у него, скорее всего, это получится. Интаке свалит. Да, у него есть фейзы, у него юл, у него довольно большой моспит, но Гилгер за ним просто летит. Чеширский кот, скоро будет блингдаггер, можно будет сверху дать стан. Флэш, рядом, хорошая гречка, по четверым. Давай же беги, Интаке сваливает при помощи фистов. Доджет стан и налево-направо, но его все-таки бьют. Приходит давай ламу, дает свой ультимейт. И все-таки все понимают, что ладно, все, отпустили. Отпустили этого фура на контратаку от Пикачу. Вместе с Котом, минус Оракл, минус еще и Тинник. Отлетает таверну, Интаке все еще живет. Герой сегодняшнего дня сдал всех своих саппортов. Дважды! Молодец! Родной, родной просто Эмбероид. Да, какая-то невероятная драка в итоге получилась. Победителями, безусловно, выходят ребята с команды Кан и организованы толпой с пиньками. Уже эту сторону Рошпита будут сейчас забирать Рошана. Заберут с него Аегис. Да, не хватило в последнем моменте Фолспромиса, наверное, на Фантомку. Потому что очень быстро забрали Оракла. Тут у нас непонятно, куда побежал Слардар. Потому что здесь у нас сейчас Интаке забирает. Нужно его спасать. Но спасти некому, да. Интаке должен погибнуть. Если он сам себя... Да ладно, там Байк... Боже мой, как он играет! Так еще и Фантомка на него успевает блинкануться и уйти из драки. Бастение утопающих делал рук самих утопающих. Ну там, на самом-то деле, была уже анимация у Войда, что там Баш сейчас, скорее всего, залетел, но он успел уйти в Ремнонце и поэтому выжил. Нет, там один, по-моему, Баш залетел все? Да, следом уже, знаешь, там же есть разница, когда получается вот этот Фантом, как это, Фантом, Войда появляется или как, когда там Баш влетает. Да-да, и успевает уйти в итоге Эмбер, это повезло. Ему молодец, ну как не повезло? Тут скиллуха на пределе. У Эмбера видно, что все остальное. Он так и тащит команду, да, на себе. Так и очень пытается, очень пытается. Саппорты явно не дотягивают, честно говоря, и по позиционке, и на самом деле, когда ты смотришь на коллективы Тир-3, чтобы понять, есть ли у них сильные сапы, ты обычно смотришь на то, как они ищут себе экспу. Да, на то, как это экспой с ними делится, потому что хорошая четверка, условно говоря, регулярно просит своего тиммейта, например, у Тисмита на некоторое время, чтобы получить себе быстрый шестой, ну и так далее, да, это очень важные моменты. В подобных командах, именно вот в стаках коллективов, очень часто можно увидеть то, что саппортом очень мало дают, либо они сами не забирают, вот, и таким образом они приседают по игре. И мы сейчас видим по 1700 у Оракла, 2700 у Тини, у Тини к этому моменту должен быть блингдаггер уже достаточно давно, но его даже близко там, ну, я не знаю, может он уже есть, конечно, но по деньгам вроде как это не должно существовать. Я думаю, вряд ли. Ну да, поэтому грустно. Грустно за Тини, он неэффективен совершенно получается в этих драках. Ну, в любом случае, не будем раньше времени списывать команду 5 коммород со счетов на них, потому что все еще неплохо по фарму, достаточно у Фантомки, и Слардар, Слардар через БКБ будет играть, окей. Фантомочка, Дизолятор себе сейчас дофармит, 12 левел уже имеется, ну вот, в принципе, уже с Дизолем можно будет драться под минус армор со вторым ультимейтом. Драмный Дизоль у нее, сейчас будут танцевать и минус арморить. Но, насколько это эффективно, и ДПКБ, мне кажется, очень сложно драться. Ну, она как Рикимару, мне кажется, знаешь, по исполнению, то есть ты прыгаешь, там, наносишь удар и возвращаешься обратно к тиммейтам, опять откатывает скиллы, опять даешь даггер, прыгаешь и так далее. То есть она не тот герой, который просто будет АФК стоять. Опа, станчик от кота, пошел на Оракла, ну тут 100% его должны выносить еще в начале драки, потом надо ливать, надо ливать, надо ливать, у вас нет саппорта, который мог бы подставить внутри хорносферы, не надо здесь драться ни в коем случае, но уйти уже невозможно, Фантомка погибает. Затегтирует в таверне, остальных не подцепит. Да, Фантомочка что-то как-то слишком задавила далеко, да. Понятное желание команды Кан по-быстрому забрать Оракла, чтобы не было важного ультимейта в драке, но вот Фантомка, которая врывается вперед без БКБ, это, конечно, полный провал. Ей бы как бы сзади держаться, больше подъедать даггерками как-то и так далее, не то, чтобы прыгать вперед. Да, она должна увидеть цель, на которой повешен Амплифай, ну или как он сейчас называется, Коросев Хейз. Вот, и, соответственно, Оракл должен быть сзади, но он здесь вардил, понятно, наверное, понятно. Ну, вообще в такой ситуации, наверное, проще было бы отступить, отдать Оракла этого. В Фантомке ни в коем случае нельзя было погибать, это еще плюс Роша, считай, на халяву для команды Кхан. Ну и все, идем дальше, Хроносфера есть, можно пофармить, можно попушить, можно. Вот он, Блинкдаггер появляется, наконец-то, у Тини, но мы понимаем, что у Слардара Блинк появится нескоро, у него там БКБ, да, на подходе. Чего? Да просто вызов энтов, видел, нет, он одного энтов изволд. Это, на самом деле, у меня тоже такой бой. А что такая реальность? У меня тоже такое, напишите плюс в чат, у кого такое бывает, потому что вот есть, так скажем, небольшие участки леса на карте, когда ты вроде бы, знаешь, попадаешь полностью вот этим кружочком, но вызывается там один или два, и почему так не понимаешь. У меня тоже такое часто бывает по поводу призыва энтов, не знаю. Возможно, не так много играл Пикачу на этом герое. Да, я сомневаюсь, я просто думаю, что он, ну, то есть смотрел на другую часть карты, на автомате нажимал. Я говорю, это чисто ожидание, реальность, мем. Так, у нас здесь нашли, если селедку тем временем, скорее всего, заберут, да, очень много урона, залетает еще хороший ультимейт от Фуриона. Фурион там еще пошел кого-то ловить, поймал Оракла в итоге. Оракл вроде пока живет, но надолго ли? Вот в чем вопрос, видимо, нет. Слышу форма Драгонайт, это значит, что вышка уже пушится в миде. И Тавр тоже упадет. Ну да, пока делают все, что хотят. Кханы. Ну, а Комардом, наверное, остается только по макро как-то играть, сплитпушить. Вот, ну, тут уже за Тинни началась охота. Бедный Тинни. Ну, зато блинк уже есть. Круто. Круто. Но в таверне. Но в таверне, да. Так, Фантомочка. Дальше БКБ. Да, БКБ как можно быстрее нужно себе дофармить здесь, потому что есть шанс того, что игра может до БКБ закончиться такими темпами. Да вроде нет, на самом деле. Так, подожди, у нас тут... А, ну вот теперь, наверное, может. Если взять то, что БКБ будет сейчас очень серьезно за Дилейна. Ну да, Фантомка умрет, скорее всего. Эх, Крит Улей не повезло. Если бы Крит вылетел, можно было бы разменяться хотя бы. Юггер просто в правильный храм ходит. Тем временем, минус Эмбер Спирит еще под Хроносферой и Мортимер Скисос. Дифуза уже готовы, они летят, пачка крипов по линии идет, и вышка упадет точно. Снизу там, тем временем, погоня за Ораком в очередной раз. Под Саленсенс, Прутый на ход. И все, Саленсер... Ой, господи, Саленсер. Это очень грустно. Это вот прям максимальная грусть. Что-то прям какой-то... Один файт, и дальше они просто потекли. Поплыли, да, и это правда, потому что практически никаких усилий не предлагают Каны для того, чтобы делать КФ-фраги сейчас. Просто идут... Вот на эти усилия. Своя атмосфера мы видим очень широ. Нормально. Ну, вышку забрали, можно наверх. Забираем Т2. Опа. Вот посмотрите на эффективность этого Тиня. На самом деле, две игры подряд такое ощущение. От него не самое лучшее. Но возможно, возможно, просто не его день. Такое бывает. Я напомню, что вы можете получить 100% бонус к первому депозиту на париматч. Ссылочка находится под трансляцией. Там бонирок большой. И это смок. Это, кстати, Final Smok, я так понимаю. Они решили, что можно... Ну, это Final Smok на Аегу. It's a Final Countdown. Ну, удачи. Ну, нужно, наверное, забирать сейчас, пытаться как-то саппорт. Я не знаю, кого угодно. Но точно не на Воида, не на Драгон Найт. Вот, например... Например, кого? Земелю забрать. Окей, Земелю забрали. Хорошо. Но тут уже привязали на Эйва. Есть мант оставил. Погибает Оракл. Под Сейва не будет. Погибает также Фантомка. Кэрри нет. Ну и все. Башки прокают. Начинают бить Интаки. Стан от Шира. Тинни не может помочь никак. Интаки пытается как-то помансить. Но его тоже забирают. По-моему, это последняя драка уже была. Такая внятная ГГ, да. Восприимаются. Спасибо командам, что вовремя пишут, понимая, что уже все. Ну, тут... Ну, как же, что это драка всего. Да. Что-то прям вот максимальная грусть. Я что-то пытался так, что-то поорать даже с до конца. Потому что, ну... Ну, я не знаю. Такое ощущение, что Five Comrades как-то немножко... Они немножко приуныли. У них, в принципе, все до пары до времени было достаточно неплохо. Не так сильно они проигрывали. То есть, вот, да, вот эта вот драка снизу была. Вот ключевая, когда под Т1 непонятно, куда они вообще побежали. Можно было просто реально отдать одного саппорта и попытаться просто уйти в пятером. Но они решили, что если умирать, то умирать вместе. Они же вроде как не особо останавливались. Они вроде как даже бежали. Просто там так много кейча хорошего, что очень сложно было свалить. И они оказались вне позиционки прям мгновенно. Но бывает, случается. Не знаю. Честно говоря, Ханы хоть и вчера проиграли 0-2, но мы видим, что они могут быть одной из команд, которая выглядит как фаворит внутри группы своей. Или выйдет на Last Chance. Потому что, напомню, что с третьего места тоже еще можно поиграть немножко после группы. Вот. А мы с вами прощаемся. Отправляемся в аналитику. Хотите верьте, друзья, хотите нет, но мы в бэкстейдже прямо организовали переобувочную. К игре это, конечно, никакого отношения не имело, но Егор мог опоздать на эфир, потому что слишком был занят. Но его можно понять, надо сказать. А у нас здесь 2-0, поэтому переобуваться не пришлось. И это замечательно. Не получилось. Вернее, не получилось. Сандалия слишком хорошая. Все еще хороши, да. Слушай, я, кстати, не знаю, когда турнир закончится, что будет с этими сандалиями, но я бы их себе забрал. Я думаю, останется только подошва, а остальное все сотрется. Вообще шикарно. Ну, подошва, да нет, тут такие подошвы. Ну, хотя, не знаю. Ладно, только лишь со временем мы это все с вами узнаем. Что по игре можешь сказать, Кирилл? Давай в этот раз с тебя начнем. Круто, здорово. Классно, стильно, молодежно все. Передикты мы сделали. Или 2-0 очередной. Я ждал рифму от тебя. Классно, стильно, молодежно. Не, он не рэпер. А, нет? Я... Меня осудят тогда. Твои кореша? Нет. Я понял. Так, ну тут у нас что было? Тут ведется арт-обстрел. Артиллерия... Казахская. Артиллерия Ивашенко ведет арт-обстрел. Артиллерия Ивашенко. Батарею Ивашенко заработай. Да, здесь у нас... Здесь у нас разворот. Повернулся и умер, не успел повернуться обратно. В принципе, в принципе, на этом моменте игра уже должна была закончиться, но Хан дали шанс. Знаешь же, как говорят? Не, Хан чуть раньше давали там шанс поиграть. Да, да, бы не было. Вот там на Сардарчике барабанчики, на ПА-шечке барабанчики. Все стучим барабанчики, правильно? Они просто народ, который любит барабан бить. Кто? Какой-то народ. Да, ты давай аккуратно сейчас, потому что ты вступил на очень тонкий лед, дружище. Какой-то народ. Так что, да. Бьем барабеллы, идем вперед. Ладно, это русские, правильно? Я не верю, что кто-то другой может так сделать. Это же нереально глупо. Все верно, все верно. Давайте посмотрим, какие там у нас еще хайлайты были в этой игре. И, насколько мне известно, все эти хайлайты – это избиение команды 5 Камрадз, если честно. Вот у них были там какие-то попытки, но тут, например, они уже 11 тысяч остают. Вот тут еще даже коры в драку включиться не успели, Земеля уже наполовину команду развалил. Знаешь, тут был такой только Эмбер, он такой, знаешь, фокусник. Там бегает, прыгает, там скиллы нажимает. А, тут слишком много башей. И давайте просто закончим это тем, что 5 Камрадз стали жертвовать татаро-монгольского нашествия. Да, парни, пожалуйста, мы так с вами без работы останемся. Это очень, очень... Не, ханы – это как бы организация тут в сердечке. Кореша? Да, так что я уверен, если что, нас возьмут под свое крыло. Я понял, хорошо договорились. Ну, если не возьмут, то там уж сами с ними разбирайтесь. То есть официальная позиция студии, мы не разделяем слов, произнесенных ребятами в процессе аналитики. И немножко даже осуждаем, но мы не категоричны в этом вопросе. Да, это шутка, это просто шутка, стараемся как-то рифмовать, чтобы было смешно, но не считаем сценарий. Да, да, да. А по сценарию у нас получается, что команда 5 Камрадз стала первой командой закрытых европейских квалификаций, которая отправится в группу последнего шанса. Кирилл, ты знаешь, что это за группа такая? Нет, надеюсь, я не узнаю. Не узнаешь. Хорошо, тогда для вас, друзья, расскажу. Группа последнего шанса – это группа, в которую отправятся у нас все команды, которые заняли четвертое место в своих четырех группах. Соответственно, там тоже будет четыре команды в один прекрасный момент. И сейчас найду этот лист, чтобы точно вам не соврать. Да, в этой группе последнего шанса ребята будут играть за выход в Дивайн дивизион. Верхние два места группы последнего шанса отправятся в этот дивизион, а нижние два места не отправятся никуда. По сути, это единственные две команды, которые ни в коем виде не продолжат свое выступление на Омега Лиге. И не исключено, что именно 5 Камрадз станут таковыми. Но, опять же, вперед забегать мы не будем. Давайте подведем итоги дня. Сейчас нам покажут группу, а это группа А, в которой как раз мы с вами поняли, что 5 Камрадз – это те ребята, которых мы больше с вами не будем лицезреть. Если я правильно понимаю, то у них сейчас должно быть два поражения. Ну, в общем, ладно. Одним словом, они заняли последнее место, и это уже абсолютно точно факт. И это не изменится. Здесь у нас на экранах группа Б. Это группа, в которой, парни, вам очень скоро надо будет играть с Ашер. Как, кстати, свои шансы оцениваете? Будем стараться. Думаю, мы выиграем. Окей. Разница в мотивации. Вы, как всегда, едины во мнении. Это просто прекрасно. Как здорово, когда у тиммейтов все согласовано. Синергия идеальна. Это у нас хорошая шанса побегать, побороться. Приятно слышать. Это группа С, друзья. Сегодня мы тут тоже один матч посмотрели. С него, собственно, наш день не начинался. Бейт против Матаки отыграли. Без каких-либо проблем, надо сказать. Но это были только опенинги. По сути, в группах Б, С и Д еще непонятно ровным счетом ничего. В отличие от группы А, которой мы сегодняшний день завершили. Ну и группа Д. В ней мы сегодня смотрели Викингов против Сайбериум Сид. В целом тоже довольно одноколичная серия. И день получился оперативным. Я сюда приходил со стейтментом, что все, наконец-то хотя бы сегодня мы посмотрим хоть какую-то Best of 3 со счетом 2-1, но not this time. Я думал, ты скажешь, наконец-то сегодня я поработаю до 12 ночи. Да нет, слушай, у меня нет часов на руках. У нас вообще в Древней Греции... Ну посмотри по греческому этому. По календарю? Да. По солнечным часам. Да, солнечные часы. Так, а у нас их нет тут. Это, кстати, надо бы организовать. Ну ладно. Осуждаем, осуждаем. Нужно добыть. Нужно спуститься с Олимпа. Кто это сделает? На камень-ножницы будем играть? Сейчас? Нет. Ладно, тогда в другой раз. Собственно, друзья, если хотите обсудить игры сегодняшнего дня и последнюю игру в частности, то вам прямая дорога на сайт dota2.ru.gg. Это форум, на котором вы, возможно, найдете и других фанатов Доты, и зрителей о Мега Лиге. И там же вы можете оставить свое мнение по поводу всего, что сегодня мы с вами посмотрели. Егор Арк-Жаботинский, Кирилл Санлайт-Кочинский сегодня были у нас в Аналитике. Меня зовут Дима, not in my house. Друзья, подписывайтесь на наше сообщество в социальной сети ВКонтакте и в других соцсетях. Это RUHUB. Там вы сможете найти все новости и всю актуальную информацию по Мега Лиге, которая продолжается. Завтра ждем вас снова на нашей трансляции. Всем пока.